11 часов и 5 минут это программа мужской понедельник добрый день с вами николай голиков и владимир сметанин 21 октября 22 вроде было с утра почему 22 а 22 уже 22 22 хорошо выяснил извините хотел вести заблуждение нечаянно хорошо всем удачного старта рабочей недели конечно же желаем по традиции в начале нашего разговора знакомим вас с тем что вы сможете сегодня услышать на нашей волне после 12 часов нет давайте после 13 мы скажем да особое мнение сегодня бизнес обмудсмен будет в нашей студии владислав попов вопросы принимаются на сайте kirova.ru в специальной форме верхний правый угол на сайте на нашем заходите пожалуйста ну и затем не забывайте о том что там же на сайте можно и послушать и посмотреть программу а также прочитать ее расшифровку сейчас николаю хочу слово передать что мы будем делать после 12 часов после 12 часов к нам придет евгений дрогов председатель союз журналистов и его заместитель лена нурманская мы будем говорить в таком мероприятии который называется инфорум с ударением на слове рум инфорум в комната инфокомната да как то мы раньше называли в информ оказалось что это инфорум да 1 ноября к нам приет такая большая большая делегация из московского союз журналистов представители всевозможных соцсетей агрегаторов типа рамблера яндекса и прочих и будут учить нас уму разуму о том как жить в современной информации информационной действительности да совершенно верно в первую очередь на представителей сми да ориентировано это ориентировано конечно на представителей сми на представителей сми приедет сам председатель союз журналистов россии вот так что будет интересно но уникальное событие да абсолютно уникальное да то есть это проект союз журналистов россии все делается так сказать за счет приезжающей стороны поэтому такой праздник пропускать в общем несмотря на такую позднюю, да, позднюю уже такую осень и такую погоду не слишком лучезарную в городе. Ой, да ладно, солнце просветило. В городе какая-то... Смотрите, девчонки к нам пришли. Ну, господи, я с Костей хочу сделать нашей первой темой. Я хочу произнести слово движуха какая-то в городе все равно происходит, да, несмотря ни на что. Вот гражданский форум только что прошел. На этой неделе урбанистический форум стартует как раз уже завтра, да, 23 и 24 октября. Наша радиостанция в числе организаторов. Еще раз напоминаем, что много светлых умов приедет, и каждый, каждый горожанин, любой желающий может поучаствовать в работе этого урбанистического форума, послушать, высказать свое мнение по поводу внешнего облика, в том числе города. Пожалуйста, сайт урбанистического форума доступен, регистрация еще открыта. Если вы хотите посетить, обязательно нужно регистрацию пройти, то есть указать те площадки, на которых вы собираетесь побывать. Ну и завтра уже в 9 часов утра он начинается, этот самый урбанистический форум. Город в движении. Тоже вот как-то в одной череде, на мой взгляд, это стоит, да? И тоже ведь форум. Тоже форум. Форум видеотанца в городе Кирове. Вот теперь гостей представим. В мужском понедельнике. Да, в мужском понедельнике у нас сегодня Дарья Ткачева, руководитель проекта Город движения, руководитель регионального отдела Волговерского филиала Государственного Центра современного искусства в составе РоссИЗО. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Добрый день. Ирина Брежнева, хореограф театра на Спасской, куратор проекта Город движения. Ирина, доброе утро. Доброе, доброе. Добрый день. Ну что, начинаем говорить непосредственно о вашей работе. Не первая программа, посвященная проекту Город в движении. Проект развивается. Мы хотим знать новости. Дарья, пожалуйста. Ну, собственно говоря, проект уже почти завершается. То есть у нас такая жирная точка, переходящая в многоточие. В жирное многоточие. В жирное многоточие. В жирное вредно. В виде форума видеотанца. Беспрецедентное на самом деле событие. И наши эксперты из Москвы, из Петербурга сами в шоке, что все такое происходит и почему-то не в столице. Для нас это крайне важно. Они отнимут в следующем году. Они отнимут в следующий раз. С удовольствием передадим. То есть мы не жадны в этом отношении. Ой, да ладно. Конечно. Нас-то пожалеете. За что? А еще мы открыли вчера итоговую выставку нашего проекта. То есть все итоги, что мы наработали за почти год работы проекта. Видео, снятые про наш город в нашем городе, можно увидеть на выставке в театре на Спасской. В интернете где размещены? Для тех, кто с сетью дружит и посмотреть. У нас есть группы в Фейсбуке и ВКонтакте. Город в движении. Город в движении, да. Это можно найти. Есть сайт молодежного творческого центра. Тоже по Гуглу просто набрать молодежный творческий центр. Киров, я думаю, он вас не обманет. Там есть вся информация о том, как можно посетить выставку. Это непросто. Как любое передвижение в городе, они всегда сталкиваются с какими-то сложностями. Вы их специально создаете? Нет, мы их не специально создаем. Конечно, да. Вот. Чтобы жизнь легкой не оказывалась, да? Это квест. Да, к сожалению. Но если город в движении, значит, ты должен подвигаться. Да, совершенно верно. Сделать некое тело движения для того, чтобы достичь желаемого. Как-то так. Вот. А, к сожалению, мы не смогли сделать ее полностью в открытом доступе в целый день. Вот сегодня можно ее посетить практически весь день. Прямо сейчас уже можно. Прямо сейчас, да. Она работает. У нас там медиаторы наши, экскурсоводы ждут посетителей. До, я думаю, 17.30 вообще свободно, бесплатно можно прийти посмотреть. Вечером у нас будет тоже очень важное событие. Это показ фестивальных работ в рамках нашего форума видеотанца. То есть это будет показ профессиональных работ видеотанца, собранных со всей страны. Даже международные. Есть работа международных иностранных художников. И вот на это мероприятие мы продаем билетики в театре на Спасской, на сайте театра, в кассе театра. И по билетикам также можно будет посмотреть в том числе и выставку. Она расположена в фойе второго этажа. Поэтому если в ближайшие две недели кто-то собирается посетить спектакль и театр на Спасской, можно прийти на час пораньше, примерно в течение час пораньше до начала спектакля и посмотреть работы участников нашего проекта. Нам нужно озвучить возрастное ограничение и выставки, и сегодняшнего показа. Ну, мы ставим 16+. И там, и там. Ну, нет, выставка 0+. Не имеет. Не имеет никаких возрастных ограничений. Да, выставки нет ограничений. Это так же точно, как и у показа. Нет возрастных ограничений, потому что ничего запрещенного там нет. Другое дело, фокус интереса. И опять, мы понимаем, что дети бывают разные. Я знаю, что своих детей я повела бы, ну, вообще без вопросов. Без оглядки. Да, потому что это очень интересно. Дети вообще, они по-другому воспринимают ассоциативные, абстрактные вещи. Они придумывают свои истории гораздо легче, чем взрослые. А если мы говорим про видеотанец и вообще про танец в целом, то это не совсем истории. Это все равно больше такие истории в них есть. Но есть некая свобода между художником и зрителем. То есть я могу, как зритель, увидеть свою историю. И она может чуть-чуть отличаться от того замысла, который вкладывал автор и создатель. Но от этого она не станет хуже или, наоборот, лучше. Это твоя история. В этом и заключается современное искусство. В том, что есть не нарратив, а какая-то возможность этого воздуха и вовлечение в создание истории самого зрителя. Так что ограничения, я так понял, у нас условные. Весьма условные. Но если придет мамочка и захочет показать своим детям, то, пожалуйста, проблем не будет. Кого непосредственно ждете сегодня? И на выставку, и на кинопоказ? На выставку ждем абсолютно всех. Всех любопытствующих, всех интересующихся. На показ мы тоже ждем всех, кто интересуется. Конечно, особенно если вы интересуетесь современной хореографией. Если вы интересуетесь какими-то экспериментами с видео, либо фотографией, это в первую очередь. Это просто обязательно массы надо видеть, потому что это самые последние вещи, сделанные в данном направлении. Вчера у нас очень интересно прошла подиумная дискуссия про видеотанец. Подиумная дискуссия – это что? Подиумная дискуссия – это такой формат. Кто-то на подиуме? Куча экспертов, да. Они отдельно презентуют, обсуждают. Есть паркетная дискуссия, еще есть подиумная. Панельная. Панельная, да. Кухонная. Кухонная – это любимая. Любимая. Вот это в том формате, как мы сейчас беседуем. Это кухонная. Почти. И было бы очень интересно, потому что даже среди экспертов, тех, кто занимается профессионально, не первый год видеотанцем, нет единого мнения, что же это такое. Разбираться в этом – это бесконечное удовольствие. И очень интересно, что же такое видеотанец, что он себя представляет. Вчера говорили о том, что это и есть современное искусство, поскольку это присуще… Даже самого определения у него еще нет. Да, по большому счету, да. И, видимо, и не должно быть. Многие вкладывают очень разное. И вот это пограничное состояние, постоянное какое-то пересечение границ, жанров, видов искусства, каких-то инструменталей и так далее – это и есть отличительная характеристика современного искусства. Это то, что называется на острие, это то, что вот в развитии. Увидеть совершенно потрясающие работы сегодня, от которых мурашки по коже, от которых, я не знаю, вот это… Ну, очень крутые вещи. Сегодня можно у нас в Кирове на большом экране в театре на Спаске. Мы не устаем повторять, насколько это уникальное сегодняшнее событие. А в дискуссии вчера кто участвовал вообще? Давайте мы прервемся сейчас. У нас время небольшую паузу, подоспело. Буквально полминуты, и мы продолжим. Продолжаем нашу беседу. С нами Дарья Ткачева, руководитель проекта «Город в движении», руководитель регионального отдела Волговятского филиала Государственного центра современного искусства в составе Росезу Ирина Брежнева, хореограф театра на Спаске и куратор проекта «Город в движении». Николай вопрос задал. Кто вчера участвовал в подиумной дискуссии? Ну, в первую очередь, это наши замечательные эксперты, которые приехали принять участие в работе нашего форума. По сути дела... Вы все те, которые были в нашей студии? Нет, я не тоже. Александр Любашин, Дина Верютина, тоже кураторы нашего проекта «Город в движении», которые были с нами весь год, которые учили наших ребят делать видеотанец. Безусловно, без них никуда. Но, кроме того, мы собрали, по большому счету, всех, кто активно, профессионально сейчас работает с видеотанцем со странным. То есть у нас Москва в лице Вероники Шер, это проект «Бодископ», Ники Прохамурской, это театральные критики, продюсеры, которые в том числе работают с современным танцем. У нас Санкт-Петербург, помимо наших кураторов, представляет еще Виталий Ким, это стэйдж-дэнс-фильм театр, который тоже буквально через несколько дней будет проводить большое событие в области видеотанца уже в Петербурге. И у нас в гостях Александра Рахманова из Екатеринбурга, это компания Минога, Минога DC, которые очень много делают в области современного танца в Екатеринбурге. Екатеринбург сейчас действительно, вот если вот даже брать Москву и Питер, вот Екатеринбург в чем-то даже перевешивает их по интенсивности. И даже нас перевешивает. И вчера, конечно, для нас было важно... Да, я вспомнил, простите, да, у меня брат двоюродный в Екатеринбурге живет, он в отпуск через недельку приедет, вот я его спрошу, ты знаешь что-нибудь про видеотанец, как он у вас там развивается в столице Урала? Ладно, запомню. Вот, надо-надо спросить, потому что, сколько я вот вижу, там очень активные, большие события они делают. Вот, и для нас, конечно, вчера было очень важно, чтобы вот между этими людьми, внутри этого сообщества, началась коммуникация, началась обсуждение вот каких-то общих вещей. Но нас даже удивило, что вчера в дискуссии было довольно много людей, то есть пришли... И молодое поколение было, люди, которые уже занимаются и танцем, и просто люди, которые интересуются искусствами, современным искусством. Вообще, очень хитрая такая история, как раз говоря про границы видеотанца, что это, жанр в искусстве, или просто я беру телефон, и я могу снимать все, что хочу, да? То есть вот захотелось мне потанцевать здесь на фоне кухни, или вот здесь вот прямо вот у вас на фоне прекрасного баннера «Эхо Москвы». Я снимаю это на видео, выкладываю в интернет, чем не видеотанец, да? По большому счету есть видео, есть танец, и вот, пожалуйста. Но вот как раз в какой момент из любительского видео это превращается в современное искусство? Вот тут вопрос. И вопрос этот как раз очень четко мы вчера, ну, как четко, очень долго, очень интересно мы про это говорили, проговаривали. И сегодня как раз те фильмы, которые будут вечером, я тоже повторюсь, это как раз такой некий ориентир, потому что тут мы уже не можем назвать их точно никаким таким, ну, не жанр там видеоклипа танцевального, не жанр домашнего видео такого, это все-таки танцевальные фильмы, то есть это те фильмы, которые посетили, ну, которые уже присутствовали на фестивалях, которые уже оценены высокими специалистами, не только российскими, но и зарубежными. И самое интересное, что, понятно, что сейчас ты открываешь очень много видеотанца в интернете, но далеко не все это является какими-то шедеврами, ну, то есть, скорее всего, максимальное количество всего это просто любительское видео. То, что мы увидим сегодня, это нет в открытом доступе этих фильмов, во-первых, то есть вы не сможете их найти так просто, зайти в интернет, потому что обычно на фестивале берутся работы, которые не, это одно из условий организаторов любых фестивалей, приличных, что этот фильм не лежит в открытом доступе, он никуда не гуляет. Если этот фильм уже есть где-то, то он уже перестает быть интересным, потому что вот за этим эксклюзивом, в принципе, фестивали следят. Вот. Это что-то новое, это что-то свежее. Ну, после фестиваля уже бывает, что, то есть, какой-то свой путь пройдя, фильм уже появляется в открытом доступе. У нас, кстати, будет премьера на нашем показе сегодняшнем. И фильм будет впервые показан, да? Будет фильм, который будет впервые показан на публику на большом экране. Что за работа такая? Это, как она называется, Ночь? Ночь на земле. Ночь на земле. Да, Ночь на земле, созданная как раз-таки кураторами проекта «Города в движении» летом в рамках лаборатории Декамор Култер, который изгодно проходит на юге, на побережье Черного моря. Вот они там уже, в профессиональном своем сообществе, сняли вот эту работу. И впервые она будет показана на большом экране именно в Кирове в рамках форума видеотанца. У меня все-таки вопрос по вчерашней дискуссии. Вот вы сказали, что пришло много молодых людей, в том числе наших, да, местных. Они пришли послушать или они участвовали в этом всем разговоре? В основном послушать. Мне интересно, вот насколько вовлечены вот наши как бы местные-то жители, местные как бы активисты этого процесса? Вовлеченность в этот проект, ну вообще в этот жанр, она, ну, на самом деле, снимаем-то мы все. Но вот узнать, а что же все-таки, ну вот то, о чем я, собственно говоря, только что сейчас рассказывала, интересно узнать, интересно поговорить с людьми, которые уже на каком-то определенном уровне. И вот это желание узнать у людей есть. Но сказать, что у нас развито как-то там сообщество, которое занимается видеотанцем, я могу точно сказать, что этого нет. Что вообще этот жанр, он, несмотря на то, что его там кто-то считает, что ему уже там сто лет и больше, да, вообще он постоянно меняется. То есть постоянное понимание, что же такое видеотанец, оно плавающее. И оно, и в этом, наверное, этот интерес, он такой нефиксируемой история, очень. И для каждого своя все равно. Ну так к чему вчера в ходе дискуссии ты все-таки пришли? Где грань между любительской съемкой? Нет граней. Нет граней. Она есть, но она неопределима так вот прям четко. Вот она не четкая. То есть нельзя собрать худсовет, и он скажет, это видеотанец, а это выпускаем. Худсовет может и скажет. Но худсовете... Ну как раньше помните, худсовет собирался, говорит, этот фильм показывать нельзя. А вот это нужно. Да, потому что худсовет состоит из определенных людей, у которых есть определенное личное мнение. И обладая некими полномочиями, они вправе запретить или разрешить, вынося свой вердикт. Именно поэтому во всем этом интересном мероприятии важно выслушать мнение каждого. И, возможно, я свое мнение-то изменю в процессе. То есть у меня было свое мнение такое, а я послушал другого человека и подумал, о, да, правда. А вот этот пример, который, хоп, разрушает абсолютно мое представление. Вот в этом и прелесть, наверное, таких вещей, когда можно просто поговорить, услышать другого, не бояться цепляться за то, как я думал, а поменять свое мнение. И вообще, честно говоря, это первый прецедент, нам очень приятно. И все ребята, которые приехали к нам, они в легком шоке и удивлении, почему это мероприятие проходит в городе Кирове. Почему первый форум по видеотанцу российскому, первый форум, проходит в городе Кирове. Потому что кажется, что такое видео, да, все там, хоп, послали работочку, да, и вроде бы нормально там пообщались по скайпику, поговорили о чем-то. Да и то не очень. А тут раз все приехали, увидели друг друга. Некоторые люди просто даже не знали лично друг друга, которые занимаются этим. Ну вот как бы ведущие, вот эти вот только так. И тут у нас была возможность просто увидеть друг друга, пообщаться вживую, изменить отношения друг к другу даже, честно скажу, отчасти как-то так. Вот. И понять, что вообще здорово, когда мы занимаемся одним делом. Я думаю, что нам все-таки нужно поговорить и вспомнить какие-то основные моменты проекта «Город в движении». Напомнить, и чего добились вот за этот почти год. Дарья, какие результаты достигли тех целей, которые оставились перед вами? Вот, знаете, начну сначала с того, что же все-таки был за проект, что же мы все-таки делали. Проект длился с января месяца, был поддержан грантом фонда президентских грантов. Реализовывался помимо того, что это молодежно-творческий центр, это Волговятский филиал государства, это современного искусства. Это при большом, при огромном просто участии Вятского государственного университета, на базе которого проходили все наши лаборатории. И, собственно говоря, лаборатории, практически лаборатории по видеотанцу, это была такая основная содержательная практическая составляющая проекта. То есть мы провели четыре лаборатории за этот год. То есть обучали? Да, мы обучали наших участников тому, как, не только как снимать и не как двигаться. Наши участники приходили, которые первый раз могли взять в руки камеру или телефон, вдруг обнаружили, что ой, там какие-то... Еще вот какая кнопочка, оказывается, есть. Да, есть люди, которые никогда не танцевали и вообще как бы вот не использовали подобные там практики нигде никак. Они открывали для себя просто новый язык. И мы много говорили о том, не столько даже о технических вопросах, как это снимать, а сколько о том, как найти что-то важное, что тебя интересует и как понять, как это вывести на визуальную, как это показать с помощью вот тех инструментов, которые... Как это выразить, чтобы это было понятно. Чтобы это что-то было понятно не только тебе, но и кому-то еще. То есть передать вот эти вот очень сложно вербализируемые даже моменты восприятия, в том числе городской среды, как это нам показать с помощью видеотанца. Вот. А вторая часть проекта была просветительская, то есть это были лекции, показы, встречи с кураторами и художниками. То есть наша была задача, вот опять же, затронуть весь контекст, в котором существует видеотанец, вот те все границы, через которые он пересекает. То есть и видеоарт как отдельный вид искусства мы затрагивали и говорили про искусство в городской среде, про паблик арт, о том вообще как искусство с городом может коммуницировать, что он может с ним делать, для него что может сделать. Вот это большой такой процесс мы прошли в течение года. И вы знаете, вот вчера я прочитала отзыв одного из наших, одной из наших участниц. Она врач, она работает в спидцентре. И для нее, как она вчера написала, у меня появился голос. То есть для нее вот участие в этом проекте, возможность открыть для себя новый способ выражения, обратить внимание на какие-то вещи в городе. Которые реально ее волнуют. Да. И вот посмотреть на город другими глазами, не просто вот эти вот замыленные, что ты ходишь куда-то, видишь привычные вещи, которые мы привыкли ругать, что дороги плохие, там мусор лежит, еще что-то. А увидеть пространство человеческих отношений во всем этом. Что это вот дороги, они не просто дороги, мы по ним ходим куда-то, кому-то, с кем-то. Они как-то связаны с нашей жизнью, с жизнью, это не только в городе, это не только ее благоустройство. Это в том числе и некие наши внутренние, ментальные, психологические и прочие переживания. То есть дороги и все, что мы видим, это только инструмент, это только фон, а главное нечто иное все-таки. Обратите внимание на эти моменты. Я думаю, для каждого участника наших лабораторий город стал немножко ярче. Я абсолютно с Дашей согласна, потому что я в этом проекте не только куратор, но и участник, потому что все, что приходит в голову, это прежде всего приходит, потому что интересно. А как это потом будет реализовываться, что из этого получается, ну это уже вопрос. И вот этот интерес, который изначально был поводом придумать этот проект, он прям реализован, он реализован, могу сказать, и точка. Потому что, да, и для меня город, это очень важно. Это мой выбор. Я здесь живу, и мне не все равно, что происходит с моим городом. И поэтому социальная история, социальная часть нашего проекта, это не только как бы искусство. Хотя я считаю, что все современное искусство, оно социально. Оно может быть не политическим, но оно социально. То есть искусство вообще, в принципе, всегда социально. — Сколько людей удалось хватить, Даш, этими лабораториями? Сколько поучаствовали у вас? — Это сейчас, на самом деле, это очень сложный вопрос, потому что было очень много событий. Мы еще не подвели окончательный итог. — И тем более, наверное, кто-то мог прийти, кто-то уйти. — Да, определенная текучка среди участников. То есть, я помню, было очень много людей на первых самых наших встречах. Потом постепенно как-то кто-то отходил от этого. Кто-то просто не мог принять участие, потому что работа, семья и так далее. Кто-то приходили фрагментарно, кто-то присоединился в середине проекта. Тут у нас были многие участники, которые в конце концов дошли до конца. — Да, да. Поэтому сейчас сложно сказать, но последние мои подсчеты по нашим всем событиям, это за 30 тысяч человек уже мы перевалили. — Ого! — А у нас впереди еще работа выставки. — И это тоже в плюс, конечно, будет, да, безусловно. Давайте сейчас сделаем небольшую рекламную паузу. Середина часа у нас полторы минуты, и после чего мы продолжим нашу беседу. — Ну что, возвращаемся в наш любимый город, который пришел в движение благодаря реализации проекта. У нас, напомним, в гостях сегодня Дарья Ткачева и Ирина Брежнева. Это руководитель и куратор проекта «Город движения», который, как мы сегодня понимаем, подходит к своему, так сказать, на свою выходит, на свою финишную прямую. И в том числе сейчас идет выставка в «Тюзе», о которой мы сейчас как раз поговорим. — Николай, важное уточнение сейчас сделала. А что за работы? Вот выяснилось, что это те работы, которые были сделаны. — Вот, вот, вот. — Мы это за эфиром говорили. Я как раз хотел сказать в эфире, что пришли как раз к выставке. Интересно стало, что тут эксперты со всей страны, со всего мира. А на выставке-то что? А оказалось, на выставке-то наши. — Да. — Наши, да. — На выставке как раз итоги, как раз то, чему мы смогли научить, то, что сделали участники проекта, лаборатории здесь, в Кирове. То есть вы увидите такие взгляд творческих людей, которые живут в этом городе, на этот город. — Вот чисто физически выставка выглядит как? Потому что, ну, выставку картин можно себе представить легко. Выставка видеотанца — это как вот? — Это примерно так же. — Видеокартина, да. — Это, да. — То есть много-много экранов, да? — Да, это много экранов. На каждом экране по одной работе они зациклены. — То есть я подхожу... — Да, к каждой работе наушники, потому что звук для каждой работы — это крайне важная вещь. То есть можно подходить, слушать, переходить к следующему экрану, снова надевать наушники, слушать. То есть на всё вместе это можно полюбоваться, посмотреть. Это очень интересно выглядит. — Да, это формат короткого кино. То есть это три минуты, восемь работ, соответственно, примерно полчаса просмотра. — Ну, это если сплошняком, там можно просто голова очумеет. — Надо же когда ты... — Такой регламент, он прям давался такой, да, три минуты, не более. — Нет, не давался, просто это такое очень удобное, он такой тайминг, там что-то чуть больше, что-то чуть меньше. Но мы не делали полный формат. — Нет, это может быть какая-то вырезка просто из более широкого. — Прики, осмотреться, что-то зацепило глаз, какая-то работа. — Вернуться посмотреть ещё раз. — Посмотреть её целиком. Что-то показалось не очень интересно, можно не посмотреть. Это абсолютно такой свободный выбор. — То есть меня через полчаса этой выставки не попросят, да? То есть если я захочу посмотреть, может быть, ещё раз что-то, да? — Нет, конечно, пока вы находитесь в театре на Спасской, можно смотреть. — Если вас туда пустили. — Вы сказали, что сегодня пустили. — У нас, помимо того, что можно будет прийти перед спектаклем, а потом, может быть, там подумать и вернуться во время антракта, ещё раз посмотреть, а потом подумать и после спектакля ещё раз зайти посмотреть, на наших страничках в социальных сетях мы будем публиковать график, когда можно прийти дополнительно, то есть свободно, бесплатно. — То есть выставка не будет работать с утра до вечера, она будет работать по определённому краю. — Там есть какой-то человек, ну, вроде как экскурсовод или медиатор какой-нибудь, да? — Да, у нас работают девочки-медиаторы, это студентки-культурологи, волонтёры наши, которые вам всё расскажут, всё покажут. — То есть если вдруг возникнет такой вопрос в лоб, ну, что такое было-то? — Да, да, мы их обучили, всё объяснили. — Литрадочку положим, можно всё написать. — Вот, и можно прийти, спросить и всё раз узнать, а что же это такое здесь находится. — Что-то об авторах узнать, да, потому что... — Ну, а может, мы сейчас... — Ну, а может, мы сейчас озвучим имена героев, собственно, кто принимает участие? — Ну, тем более, что одна из героинь-то у нас здесь. — Да, чьи работают? — Да, ну да. — Ну да. — Ира приняла участие в нескольких работах. — Ну, на самом деле, я самый такой человек, я очень боюсь камеры. Ну, вот не знаю, прям у меня какой-то страх. У меня до сих пор сохранились фотографии, когда мне давно, ну, такое уже, ну, не в детстве, но в юности подарили фотоаппарат. Там не было ничего такого, ну, то есть из всей плёнки, тогда ещё был плёночный фотоаппарат, буквально два кадра, на которых что-то более-менее. Мне казалось, что как это просто взять там в руки фотоаппарат и что-то фотографировать? Оказалось, нет. И вот на тот момент, видимо, это первое неудачное... Вообще, первый опыт, он накладывает психологический отпечаток на всё последующее, да? И вот этот неудачный опыт первой моей плёнки, он сохранился в снимках, я это прямо храню бережно. Он дал мне такой страх держать в руки камеру, нажимать вообще вот-вот и создавать какие-то вот эти картинки, которые останутся вроде бы как бы в вечности. Ирина, у меня совет. Взять большую надёжную коробку, сложить всё туда, куда-нибудь засунуть подальше и забыть этот страх. Так расстаться своими страхами. Ну, а с другой стороны, хорошо, когда ты видишь, чего ж я боялся-то, вот я чего боялся. Ты держишь свои страхи в руках. Абсолютно. Ну, в общем, вот как-то так. Хорошо. Так, в нескольких работах Ирина Брежнева участвует. Так, ну, конечно, не обошлось у нас без наших девочек миграции. Даши Матанцевой, Аглая Соловьёвой. Они тоже сделали совершенно потрясающие работы. Были у нас ещё девочки-художницы, что тоже у них очень интересные вышли работы. В смысле? Именно с художественным образованием училища нашего. То есть они одна сейчас как фотограф больше реализуются, другая именно как художник. То есть они со своим вот этим больше визуальным подходом, они сделали две абсолютно визуально выстроенные работы. Настя Шумихина и Даша Кононова-Гредина. Вот у Даши, у неё работа есть, в буклетике есть стихотворение, которое в качестве аннотации к этой работе. И вот обязательно его прочитайте даже перед тем, как смотреть. Потому что она ключ вообще к пониманию, про что это работа. Перед смотреть, а не после просмотра. Я бы, наверное, посоветовала перед. Лучше до. Но если автор считает, что нужно перед, значит нужно перед. Но вы вольны, конечно, по-своему это всё делать. Но просто мне кажется, что она раскрывает. Есть два таких подхода, на самом деле. Я могу сначала смотреть аннотацию, то есть прочитать аннотацию, а потом посмотреть работу. Но это тебя сразу же направляет в определённость. То есть твою фантазию, грубо говоря, ограничивает, если мы говорим, что это всё-таки ассоциативный вид искусства. Ты можешь делать наоборот. Ты можешь сначала посмотреть работу, а потом прочитать. Что же заложил в это художник. Сравнить то, что у тебя возникло в голове. И это всегда интересно. Это интересно, конечно. Но это индивидуально. Да, то есть решайте сами, если вам не хочется. Да, это конечно. Но бывают такие случаи, когда одно дело, когда аннотация как бы поясняющая. Что вот, что я хотел сделать. Здесь, конечно, я бы, например, сначала посмотрела бы, потом почитала. А бывает ситуация, когда текст становится просто частью работы. И тогда для полного восприятия, вот я не знаю, у кого, конечно, как работает. Мне кажется, когда текст ты прочитал, он у тебя каким-то образом в голове есть, и ты накладываешь на него визуальный образ. Вот здесь у тебя всё совпадает. Ты вдруг понимаешь, что произошло. Вот здесь, когда, Даша, ты сказала про это стихотворение, видимо, оно как раз дополняющее. Да, оно как ключик, который ты понимаешь. Это ведь не пересказать, что вы сейчас увидите вот то-то, 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 то-то. Нет, нет, нет. Там тоже некий образ. На мой взгляд, как ключ к шифру и как составное звено, это всё-таки разные вещи, наверное. Ну, в зависимости, конечно. Мы всё-таки не о задумке. Работа начинается в тексте, скажем так. То есть образ начинает выстраиваться здесь. Когда вы потом к нему добавляете визуальную картинку, у вас всё сразу складывается. Потому что у меня, помню, даже была ситуация с этой работой. Пока мне Даша не прислала стихотворение, я не до конца не поняла, что это. Почему это то, что это было. А чего вы хотели уже перечеркнуть и исключить из программы показа уже. Это было просто упражнение. На самом деле большая часть всех работ, которые представлены, были сделаны как упражнение, как выполнение заданий наших кураторов. Например, там Александр Любашин, там, изделия Верютина, и говорили так. То есть вы не говорили, что вы будете выставку делать из этого? Говорили, что по итогам мы сделаем выставку, но мы не давали задания. Вы сейчас делаете выставочную работу. В основном все упражнения. Задания, упражнения. Например, задавалось задание. Мы работаем с разными планами. Общий, крупный или с монтажом внутри кадра. Снимаем всё одним кадром. Выстраиваем драматургию так, чтобы у нас в одном кадре всё было. То есть чисто инструментальные вещи. Но потом, и когда я видела вот эту Дашину работу, ну окей, крупный план, общий план, всё замечательно. Но когда я увидела текст... То есть упражнение выполнено правильно, и вроде ничего больше, да? Ну вроде бы ничего больше. Но когда я увидела текст, она мне прислала, какой она к нему хочет, то стало всё на места. То есть это стал сразу образ. Художественный образ. Граница расширилась. Углубились, скажем так. Вообще восприятие современного искусства, настаивая на современном, хотя, наверное, любого, оно требует некого контекста. Оно требует погружения в контекст очень часто. То есть это и время, и какие-то события, и пространство. То есть это всё может являться контекстом для работы. И текстом. Вот в данном случае даже. Вот текст ещё, мне кажется, очень важен у Иры Твоей работы про время вода. Потому что он тоже поясняет. Время вода — это название, да? Это название, да. Оно посвящено вереснякам в момент разлива. Боже. Это снималось. Это же красотища, наверное, такая. Когда у меня муж Костя, он док-скипарин. Ну как тебе сказать? А я и в прямом и переносном смысле. Вот. Костя только док-скипарин, и поэтому всё его детство прошло именно там. И вот всё, что он рассказывал про док, а потом, когда мы уже стали жить вместе, мы тоже жили на доке, я всё это узнала. Но сначала это были просто какие-то рассказы про вот это волшебное время, когда все на лодках, как он чуть не утонул, потому что соскользнул, но ушёл под воду туда на большую глубину, когда был маленьким, его соседка вытащила просто. Это все вещи, они в моём воображении всегда были очень яркими. И когда я рассказывала, так же мы сидели на кухне, и была Дина, и Костя рассказывала про всю эту историю, когда мы думали про локации, где же можно снимать. Она говорит, как я хочу туда. А ведь это же бывает недолго, и нужно, чтобы всё совпало, этот период, когда приходит вода. И вот у нас время май, и мы приехали, и сессия заканчивается, и мы понимаем, что вода вот она должна прийти, но она не приходит, не приходит, не приходит. И за два дня, ну за день просто до того, как всё это случилось, мы ездим, смотрим, она пришла. И всё, и вода работает. И за 15 минут до поезда мы мчим. Мы понимаем, что мы просто выехали чуть раньше, у нас есть 15 минут, поезд уходит. Мы, значит, с другой стороны через вересники туда заезжаем, вот этот край воды, и остаётся там. Ну вот 15 минут оставалось, когда мы были там. И мы хватаем просто, я говорю, Дина, давай. Или сейчас, или никогда. Дина берёт в руки мой фотоаппарат, и мы прямо снимаем вот с одного дубля. Мы выстраиваем эту историю быстро, просто на ходу, смотря, как это всё выглядит. И вот опять же, для человека, который, например, никогда не бывал в вересниках, такие, как я, например, и никогда не знала вообще всю эту историю, вот я вот без этого бы текста, было бы сложно понять, про что и с чем это всё связано. Потому что вот так вот визуально я бы не поняла, где это снято. А дальше Дина пишет этот текст. Этот текст, созданный Диной по рассказам вот нашим. Вересники, конечно, очень интересные районы. Я думаю, что кому-то это видео объяснит, почему люди там держатся за свои жилища и никуда не хотят уезжать оттуда. У них есть, да. Острый социальный подтекст какой-то вот такой есть. Хорошо, у нас буквально несколько секунд остаётся. Ещё раз, да, напоминаем, что сегодня, вот прямо сейчас уже в Театр Спасской можно идти, смотреть работы. Да, если у вас есть обед какой-нибудь, забегайте к нам, будем рады. Две недели, да, будет работать. Две недели будут работать, по 4 ноября. Кроме того, сегодня показ в 6 часов вечера там же в Театре на Спасской. Всемирный, международный, да? Да, практически, да. Международный такой фестиваль. И что дальше, если в двух словах всё? Всё? Ставится точка? Конечно. Ещё отдаём ответ, как вы уже нас предупредили, да? Если этот проект подхватит другие регионы, потому что для меня это всё равно история про города, про людей и города, это будет круто. То есть если вдруг наш вот этот наш задарий спонтанная идея. Ну вот, кстати говоря, уже вчера стало нам известно, что, например, наши работы будут показаны в Санкт-Петербурге. Как пример вот такой лабораторий. В форуме. Хорошо, в общем, держите нас в курсе, и мы следим за вашими новостями. За вашей движухой мы следим. За вашей движухой, да. Спасибо большое. Следите. Спасибо большое. Дарья Ткачева, Ирина Брежнева, успехов. У нас небольшая сейчас... Спасибо. Вернее, сейчас у нас большая пауза вместе с новостями, да, и тематическими программами. До встречи. Ирина Брежнева. Продолжение следует...